Всем привет! На прошлой неделе была выставка по недвижимости. У меня здесь несколько каталожков. Сегодня выбирала квартиры для своей клиентки. Хотела найти квартиру благоприятную по ВАСТу. Сейчас поделюсь с вами своими наблюдениями. Комплексы я не буду здесь рекламировать, ну как бы и озвучивать, потому что это комплексы, которые еще... Это Москва. Они еще не сдались, не все. Но расскажу вам несколько лайфхаков. Если вы выбираете себе квартиру, то вы можете ими пользоваться, если вы хотите выбрать квартиру по ВАСТу. Итак, как нужно выбирать квартиру? Первое, мы смотрим на расположение дома и на его форму. Сейчас возьму более наглядный проспект. Вот, смотрите. Например, у нас есть комплекс. Мы сразу же ищем компас. Вот, смотрите, север-восток. И смотрим на форму дома. Форма дома, если она развернута в сторону, а зона тока это юг или запад, как здесь, да, на юго-запад, например. Вот этот дом, он неблагоприятный. Неблагоприятно здесь жить. Этот тоже. Не берем, не рассматриваем его. Вот этот будет смотреть у нас на север, благоприятно. Этот у нас смотрит в сторону востока. Это тоже можно посмотреть. И вот эту сторону востока тоже, кажется, смотрит. То есть, если вы убираете дом, смотрите, чтобы он своей формой, да, вот так открыт был в зону севера или юга, или востока. Север или восток. Те, которые смотрят и такой формы, да, у них как будто нет этой части. Они смотрят туда, в сторону юга или запада. Мы такие не берем дома. Такие мы берем, рассматриваем. Дальше. Также нам важно, что находится вокруг комплекса. Например, конечно, лучше это делать с вас, то специалистам. Ну, немножечко я вам расскажу. Смотрим. Здесь вот форма дома, например, прямоугольная, да, хорошая форма дома. И река проходит со стороны севера тоже. Если компас посмотреть, то север наверху. Это благоприятно. Этот комплекс можно рассматривать. Также из этого комплекса домов мы выбираем те, которые вытянуты с севера на юг. Окей, эти тоже можно, но эти лучше. То есть, как бы, вот этот будет повернут, скорее всего, на 45 градусов. Вообще, найти дома в Москве, построенные по сторонам света, это когда, это очень хорошо, да, ну, это когда стены, например, вот эта стена, и у нас там компас нарисованный. Здесь север, и здесь юг. Параллельны сторонам света, да, это благоприятно. Небольшое отклонение, там до 25 градусов, еще более-менее. Когда под 45 градусов вот этот, да, комплекс, дом, это неблагоприятно. Не рекомендуется такой дом рассматривать. Дальше. Комплекс мы посмотрели, он нам подходит. Мы переходим к форме квартиры. Мы рассматриваем только прямоугольник или квадрат. Вот прямоугольник, форма или квадрат. Здесь хорошие у нас дома и река. Это хороший комплекс, но он еще и не сдался. И фасад у него симпатичный. Так, сейчас еще вам покажу примерчик. Здесь вот комплекс из 9 домов у него. Выбираем, какие из... Также смотрим, есть ли река, лес где-то, да. То есть, как бы, здесь нету рек. Река со стороны юга и запада неблагоприятна. Не берем такой дом. Вот этот дом, например, он смотрит в сторону, где компас. Всегда есть компас, смотрим. Запад-юг здесь, север-восток. Смотрит в сторону запада. Не рассматриваем этот дом, неблагоприятно. Опять-таки, видите, он как будто открыт. То есть, смотрим, где не хватает. Он открыт в эту сторону, неблагоприятно. Маленькие, но квадратненькие, благоприятно. Можно посмотреть. Вот этот тоже хорошо. Вот раскрыт в сторону севера. Или же, например, востока. Благоприятно. Этот дом можно брать. Можно рассматривать. Дальше мы выбрали, например, сам дом. И после этого переходим к выбору квартиры. Смотрите, если, например, будет квартира вот такой формы, то здесь у него не будет хватать кусочка. И не будет хватать секторов. Здесь даже два сектора не будет хватать. И это не очень благоприятно. Вот здесь, смотрите. Не будет западного сектора. Юго-западного сектора. Такие квартиры. То есть, у вас какая-то часть, две сферы, как минимум, будет страдать очень сильно. Этот не берем. Вот однушки квадратненькие. Хорошо. Вот двушка, да, квадратная. Но форму квартиры. Следующая, это третья форма квартиры. Прямоугольная. Да, 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 подходит. Эти нет. Почему? Смотрим окна. Это четвертый пункт. Это окна. Куда выходят окна? Окна выходят в сторону юга-юго-запада. И запад вот здесь. Такие квартиры не берем. Потому что зоны оттока открыты. Зоны притока заблокированы. Здесь еще и туалет. Но туалет уже это отдельно. Я не буду про него рассказывать. Это сама планировка более детально. Но это важные аспекты. Форма дома, окружение дома и форма квартиры. Распашонки неблагоприятные. Только прямоугольники и квадраты. И выход в зону притока. Север и юг. Север и юг. Плесики стоят. Вообще квартиру найти по-васке. Это очень трудно. В Москве так точно. Я не знаю, как в других. Здесь, видите, распашонка. Распашонка. Здесь тоже не будет кусочка. Вот одна есть. Вот из этого комплекса, например, он открыт в сторону севера. Это благоприятная форма. Вот так он находится. Со стороны севера, северо-запада. Но здесь, вот смотрите, форма не та. Здесь уже выходит на зону оттока окна. Здесь зона притока подкалочки, которые можно рассматривать. Здесь уже, вот видите, зона оттока окна. Форма отличная. Окна нам не подходят. Вот поэтому квартиру не так легко выбрать. Вот несколько моментов, которые я вам рассказала. Первое, это форма дома. Это расположение первое комплекса, где он находится. Что вокруг него мы смотрим. Второе, это форма дома. Вот это неблагоприятно. Форма дома. Третье, это форма квартиры. И четвертое, куда выходят окна. Вот по таким критериям, это основные, которые нужно учитывать, когда вы выбираете квартиру. Если у вас есть вопросы, пишите, кто в поисках квартиры, какие города. Если Москва, пишите. Может быть, вы нашли какой-то комплекс, супер расположение, гармоничное по Васту. Особенно параллельно сторонам света. По сторонам света дом стоит. Будем делиться. Всем спасибо. Хороших поисков всем.